здравствуйте любители пилочных аппаратов вот очередная посылка на тот раз из эстонии таллин такие большие коробки блин и там сегодня на аппарат ладно все буду разбираться что-то только всего коробей такой большой коробке и всего лишь зенит 12 сд слегка разобранный так мягко говоря ухты не стоит даже изводить запчасти ну что ж смотрим что видоискателю живой видоискатель призма вроде нормально без полос аппарат 92 года относительно свежий хочу еще раз напомнить всем что моей роли это не инструкция по ремонту фотоаппарат это видео отчеты для владельцев которые присылают мне аппараты и хотят понимать что с их аппаратом происходит что я делаю после этого я снимаю эти ролики ремонтировать по этим роликам аппараты я не советую тем кто хочет научиться ремонтировать у меня есть полнометражные фильмы вот там где все объясняю и рассказываю как где что стоит как ремонтировать вся информация находится на сайте фото ремонтник точка ру так я продолжаю ко всему аппарат где-то падал падал хорошо то есть сейчас покажу потому что крышка занята и здорово то есть собственность здесь вот видно эта сторона смещена это смещено как-то так это нехорошо естественно и курочек не хочет возвращаться ну возможно там еще какие-то прелести сейчас разберу посмотрю сверху продолжаю здесь все стоит на месте все буду проверять смотреть то есть стружечкой что у меня крышка получила болевой шок то есть это покатяшила элипс такой хороший верхней крышки у меня такой нет на 12 но другие модели есть посмотрим вот корпус стойках стойка согнута силами попробую аккуратно поставить на место если получится но если лопнет придется заменить корпус как то так продолжаю дальше вот так это выглядит сейчас это все сниму что будет мешать потому что мне нужно выравнять крышку выравнить стойку ну короче будем приводить в порядок продолжаем так стойку корпуса удалось немножко подправить то есть вот крышка зенита ттл все становится на место ну и саму крышку подправим насколько это можно сейчас она тоже садится здесь посмотрим как его себя вести если если мне не понравится буду ставить ттл скольку все продолжаю дальше теперь буду собирать аппарат аппарат собираю все работает но здесь как и на предыдущем аппарате 12 мсд нет в этом последние модели так делались нет шестерни с пружиной натяжки привода зеркала поэтому я здесь тоже заменю для того чтобы облегчить работу затвора так вся нагрузка идет только на шторки то есть движение шторок подъем зеркала все ложится на пружины шторны поэтому я здесь этот узелок заменю так заменил узел привода зеркала вот так он сейчас выглядит сейчас приблизим чуть-чуть шестерня рядом еще одна шестерня и витая пружина которая заводит привод зеркала ну так же еще но тоже по ходу там заменена вот этой шестерня упорная и пара этой шестерня здесь есть просто выработка немножко видно на пол зуба и пара этой шестерни вот такая выжимая шестерню здесь попал кусочек пленки между вот этими двумя шестеренками и деформировал один зуб у меня уже просто глаза болят править шестерня я просто поставил новую пару сейчас он заводится легко без всяких затруднений вот ну и продолжаю дальше сборку уже собран практически полностью работает очень мягенько хорошо автоматика работает владелец говорит что не работало сейчас все работает ну и теперь последнюю крышку ставить то ли эту которую я подправил то ли зенит вот это я то есть родную или вот такую вот сейчас созвоню владельцу пусть принимает решение что скажет то и поставим итак владелец решил остановиться на родной крышке здесь небольшая мятинка осталась ну значит будет родная крышка также будет заменена оправа счетчика кадров тоже деформирован при ударе или при падении пара умятим заменим поролон стоит кожа ну все аппарат будет собираться дальше итак аппарат собран хочу показать как работает автоматика вот индикаторы света то есть сейчас мы выдержку изменим плохо в общем красный индикатор все работает здесь все в порядке с этим так дальше итак выдержки все работают вообще аппарат стал работать намного мягче мне кажется он от рождения так не работал судя по тому поскольку я с ним проразился ну и плюс конечно падение так теперь пока спуск так теперь пока спуск все работает как положено чуть-чуть конечно видно на этом я считаю что на работе это никак не отразится ну и внешне только присмотреться нужно чтобы определить что он падал все аппарат готов и едет к Евгению в город Таллинн